Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, куши, или ты, тусковый голос. Мы запринят, уезжаем. В 8 часов вечера аварию полицейские зарегистрировали на углу улиц Ташеновой модели Хожа. Здесь столкнулись три автомашины – Toyota Venza, ВАЗ-2199 и Mercedes-Benz 220. Все машины двигались в одном направлении – от улицы Дулатик к улице Адербекова. Столкновение произошло, когда впереди идущая Toyota резко остановилась. Мы только отъехали от светофора, и скорость у всех была небольшая. Впереди меня ехала Toyota. Перед Toyota затормозила какая-то машина у лежачего полицейского. Рассказка остановилась. Я сам успел нажать на тормоз и остановиться, а сзади идущий Mercedes не успел. Он врезался в мою машину, а я по инерции уже в Toyota. Toyota. Спустя несколько минут на место ДТП подъехала дежурная группа дорожно-патрульной полиции, которая составила схему происшествия. Сюда же подъехала и скорая помощь, проверив состояние участников ДТП, но в аварии никто не пострадал. Сейчас полицейские выясняют подробности происшествия, и сейчас страховая компания возместит материальный ущерб. Примерно в час дня полицейских вызвали на проспект Бауржана-Мамышулы. Местные жители, позвонившие на 102, сообщили, что во дворе одного из жилых домов на земле лежит женщина, по всему, видимо, без сознания. На место вызова спустя 10 минут подъехал экипаж дорожно-патрульной полиции. На асфальте действительно лежала женщина лет 45, но в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Полицейские вызвали бригаду врачей скорой помощи. На прибытие медиков она среагировала мгновенно. Полицейские вызвали бригаду врачей скорой помощи. Женщина ходить была не в состоянии, ее полицейские врачи погрузили в машину медиков. Позже ее госпитализировали в токсикологическое отделение центра гиперборической оксигенации. Змей в домах шимкенцев становятся обычным явлением. Очередное сообщение о визите рептилии в жилой дом поступило с микрорайона Тассаи. Здесь, ползив в помещение, змея не успела. Дети, гулявшие во дворе, успели ее заметить и позвать взрослых. Рептилия забилась в фундамент во дворе дома и, чтобы ее извлечь, спасателям потребовалось полчаса. Змея оказалась небольшого размера и угрозы не представляла. Но ее присутствие наталкивает на мысль, что неподалеку может быть целый выводок. Эту рептилию полицейские вывезли в безопасное для людей место. А в 6 часов вечера к спасателям за помощью обратилась жительница микрорайона Сайран. Звонившая женщина рассказала, что за закрытыми железными дверями уже несколько часов остается трехлетний ребенок, а на кухне горит газ. Самостоятельно открыть заклинившую дверь женщина не смогла и попросила помощи у спасателей. Прибывшие специалисты отряда в течение 15 минут дверь вскрыли и прошли в квартиру. К счастью, в этот раз все обошлось и ребенок не пострадал. Днем примерно в час сообщения о пожаре на пульт местной противопожарной службы поступило с села Казгурт. Как сообщили жители, на улице Козыласкер в одном из частных дворов загорелся сарай с сеном. На тушение огня выехали две пожарные автомашины местной части 8 человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что огонь охватил хозпостройку площадью 30 квадратных метров. Там хранились около двух десятков блоков сена. На локализацию огня пожарным потребовалось 35 минут. Еще через 20 минут пламя было полностью потушено. В этом пожаре никто не пострадал. Сумму ущерба и причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС Казгуртского района. Субтитры создавал DimaTorzok